Добрый день, дорогие участники семинара. Сегодня будем разговаривать про пленум, который вышел буквально 10 дней назад, 13 октября, и посвящен он банкротству граждан. Я хочу сказать, что пленум написан очень тяжело, и я попробую сейчас в течение часа на простом языке объяснить, что же хотели сказать судьи из Верховного Суда. Известно, по крайней мере, юристам, что судья является экспертом в области права. А пленум у нас подписывали, соответственно, председатель Верховного Суда, а также секретарь пленума, судья Верховного Суда. Иными словами, царь и бог среди экспертов, среди юристов. Ну и язык у них, соответственно, соответствующий. Разговаривают они на языке, который простому человеку непонятен. Я лично перечитывал дважды пленум, чтобы хотя бы начать что-то понимать. После того, как я прочитал дважды, я распечатал рядом закон о банкротстве, ту главу, которая этому посвящена, банкротству граждан, и уже с ручкой помечал то, что они хотели до нас донести. Если хотите, этот пленум можно назвать навигатором по той главе, которая посвящена именно банкротству граждан, физических лиц, предпринимателей. И там разъясняется, что можно сделать, что нельзя делать. Я попробую на некоторых моментах простым языком объяснить, для чего этот создан закон, как его правильно применять, и, соответственно, как не навредить себе как кредитору или себе как банкроту. Хочу отметить, что вот ровно неделю назад, было 16 октября, пятница, специально осмотрел сайт арбитражного суда в Вологодской области. Несмотря на то, что у нас закон действует с 1 октября 2015 года, по состоянию на 16 октября не было ни одного производства, принятого судом. Все заявления, которые были поданы в период с 1 до 16 июня, они все были под различным предлогом возвращены заявителям. Причем, если посмотреть на сайте суда, доступна информация, там зачастую определение возвращалось без объяснения причин. Просто перечисляются статьи какие, и не указывается, в чем именно недостаток. Складывается впечатление, что судьи, они, соответственно, никто не хотят брать на себя роль, первого, кто примет решение. В то время как в московском регионе уже, мне известно, даже назначен финансовый управляющий. Кому-то очень повезло. Может быть, это в кавычках. Может, человек войдет в историю за счет того, что он первый, кто проведет такую процедуру. Но, по крайней мере, я знаю, что финансовый управляющий не горят желанием участвовать. И они по неволе, может быть, за 10 тысяч рублей, не знаю, сколько времени займет эта процедура, соглашаются добровольно принудительно, потому что саморегулируемая организация назначает управляющего. И вот такой счастливчик уже есть один, по крайней мере. То есть процедура все-таки рано или поздно заработает. Люди преодолеют этот страх и начнет все работать. Но зачем это надо или не надо вообще, эта процедура? Раз закон принят, значит, надо. Многие люди ждут банкротства своего, считают, что это прямо исцеление. И все проблемы решатся. Отчасти это правда, поскольку государство решило дать шанс. Но он один всего лишь. То есть если вы своим шансом не воспользуетесь, свою финансовую грамотность не повысите, второго шанса у вас не будет. То есть если в результате первой возможности вы не научитесь правильно свои денежные доходы распределять, свои расходы распределять, то второй раз уже вам не спишут долги, даже если вы повторно станете банкротом. А целью банкротства в первую очередь в банке, например, ставят то, чтобы люди не просто никому не заплатили, а перешли на реструктуризацию. Именно глава, которая посвящена банкротству, она начинается с процедуры реструктуризации. То есть есть такая поговорка, лучше один раз до сорок раз, чем ни разу сорок раз. И соответственно банки, они все будут согласны на то, чтобы люди хотя бы по тысяче рублей платили каждый месяц. И не произошло так, что люди не будут платить. Поэтому банки сейчас будут за своими должниками бегать, договариваться. И мне известно, что в банках такая будет позиция. Они будут стараться хоть какие-то условия предоставить взаимовыгодные, чтобы человек погасил задолженность. Правда, это не бесконечно будет продолжаться. План реструктуризации рассчитан на три года. Это значит, что если человек за три года не рассчитался, то долги с него не будут списаны, и для него это будет плохо. Если он не может представить план реструктуризации, который он сможет исполнить, тогда будет банкротство, соответственно, по второй схеме. Если он пройдет эту схему, то может спишут с него долги. Но если у него не будет денег, достаточных для того, чтобы провести эту процедуру банкротства, то, как выражение есть на английском языке, no money, no case. То есть нет денег, не будет дела. И дело прекратится на любой стадии, как только выяснится, что должник не способен финансировать такую процедуру. Будь то на стадии принятия заявления о признании должника банкротом, либо в любой ситуации. Как только деньги закончатся, суд прекращает такую процедуру. Здесь возникает вроде парадоксальная ситуация. Человек и так банкрот. Если заявляет о том, что у него денег нет, как он может финансировать такую процедуру? Ведь изначально ему нужно заплатить 6 тысяч рублей госпошлины. Еще 10 тысяч рублей ему нужно заплатить управляющему. Уже минимум 16 тысяч рублей. Никому неизвестно, сколько будут длиться такие процедуры. Может 3 месяца, может 6 месяцев. Это был бы, наверное, оптимальный срок. 3-6 месяцев. Но практика еще неизвестна. В будущее мы заглянуть не можем. Так вот, даже за эти 6 месяцев, думаю, какой-то среднестатистический банкрот все равно должен потратить еще порядка хотя бы 50 тысяч рублей. Потому что если есть что-то, надо это оценить. Соответственно, если нужно провести собрание кредиторов, надо всех известить. Если финансовый управляющий произвел какой-то шаг, он должен каждый свой шаг, назовем это смс-кой, то есть коротким сообщением, отобразить в специальной электронной программе, чтобы через интернет была всем эта информация доступна. И если я не ошибаюсь, 700 рублей такое короткое сообщение стоит. Каждое сообщение будет, каждый шаг, который предпринимает финансовый управляющий, будет стоить 700 рублей. И это все за счет должника. При этом в этом же пленуме говорится о балансе интересов кредитора или уполномоченного органа и самого банкрота. То есть говорится о том, чтобы не перегибалась палка и был достойный уровень существования самого должника. Это как минимум, прожиточный минимум на всех членов семьи. Насколько мне известно, у нас семья в России в среднем состоит из 2,3 человека. А прожиточный минимум у нас, соответственно, составляет 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей на человека умножить на 2,3 – это 23 тысячи рублей. Но в это входит уже и оплата коммуналки, и питания, и поддержание своего существования. Жизнью это, конечно, не назвать, но на поддержание своего существования этого достаточно, прожиточного минимума. Так вот, если человек зарабатывает 23 тысячи рублей, ему еще нужно, соответственно, чтобы были деньги на ведение этой процедуры. Значит, у него еще помимо 23 тысяч рублей, еще должен быть какой-то доход. Итого получается, если у человека, чтобы более-менее нормально это провести, чтобы тебя в любой момент не прекратили эту процедуру, у него где-то должно быть доход около 50 тысяч рублей в месяц. Тогда ты можешь позволить себе такую роскошную процедуру, как банкротство. Роскошная она в кавычках. Потому что я об этом чуть позже скажу. Так вот, если у человека есть 50 тысяч рублей, стоит ли ему вообще и за 500 тысяч рублей заявлять о том, что он банкрот, и вообще отрезать себя от жизни ножницами, потому что он будет в какой-то мере ограничен. Если человек предприимчивый, то он, соответственно, 5 лет не сможет занимать какую-то должность, которая будет позволять ему руководить каким-то предприятием. Точнее, 3 года он не может такую должность занимать. Не может 5 лет получать какие-то кредиты для того, чтобы... При условии он может получить, если укажет, что он прошел процедуру банкротства. Такие последствия, они отражены в самом законе о банкротстве. И на видео, которое будет в YouTube, ниже в комментариях, мы разместим конкретно вот эти последствия банкротства, то, чтобы можно было почитать. Также там будет доступно в качестве материала раздаточного вам на YouTube, на странице «Шелоевские партнеры» информация, какие документы следует приложить и вам, как конкурсному кредитору, или вам, как банкроту, не дай бог, для того, чтобы начать процедуру банкротства. В списке, в статье это 20 пунктов получается. Мы все их там разместим. Помимо этого, еще процессуальные документы, которые требуются при обращении в арбитражный суд. Да, действительно, несмотря на то, что речь идет о гражданине, граждан раньше в арбитражный суд не пускали, ну так условно скажем, то теперь двери арбитражного суда для граждан открыты, потому что банкротство граждан у нас теперь, как и предпринимателей раньше, будет рассматривать именно арбитражный суд. Как говорил Юрий Лужков, Москва не резиновая, да, но только в Москве около 4 миллионов банкротств ожидается, что люди подадут 4 миллиона заявлений. В Вологде у нас, соответственно, 300 тысяч. Действительно, люди звонят, спрашивают, можно ли к вам обратиться, занимаетесь ли вы таким вопросом. Мы-то занимаемся, юристов много, а судей количество очень ограничено. То есть есть штат, есть здание определенное, да, где вот все сидят в одном здании, и сейчас просто такой вал на них информации, такой вал на них этих дел, люди не готовы. Судьи это тоже люди, и у них тоже 24 часа. Для того, чтобы заниматься этим делом эффективно, а не по конвейеру, там в чем-то разбираться, нужно набирать еще штат судей. То есть, наверное, будет набрано еще штат судей, чтобы переварить вот эту волну банкротств среди граждан. По поводу самого термина финансовый управляющий. Ведь раньше такого не было термина. Был там арбитражный управляющий, а теперь финансовый управляющий. Я думаю, что законодатель здесь не случайно, и пленум использует этот термин. Почему? Потому что здесь речь идет о том, что граждане у нас финансово безграмотны. И этот финансовый управляющий, он по сути нужен этому гражданину для того, чтобы его научить быть грамотным. Вот в идеале бы так. Потому что если бы он был финансово грамотным, он не допустил бы такого банкротства, он бы не допустил ни исполнения обязательств, он не допустил бы той ситуации, в которой он оказался. И будет очень хорошо, если управляющий будет оправдывать свое название. Финансовый управляющий. Это как раньше в семьях были экономики. Они занимались финансами, оплачивали счета, ввели все доходы, расходы семьи. Хорошо, у кого в семье есть такой человек с экономическим образованием, и сейчас уже помогает, и поэтому не приходится кому-то обращаться за банкротством. Я вот, например, счастлив. У меня есть в семье такой человек, и я не испытываю никаких затруднений. Но помимо того, что финансовый управляющий, нужно и самому банкроту подумать, по нацели у него это, если он обратится с заявлением. У него есть такое право, обратиться в суд с заявлением, о признании его банкротом. Или даже у него есть обязанность обратиться в определенных случаях, соответственно, с таким заявлением. Но решит ли это его проблему? Если он зарабатывает миллион, и миллион сто тысяч в месяц тратит, ну, не по доходам живет, так он может и 10 тысяч зарабатывать, и тратить 11 тысяч ежемесячно, и при этом он будет банкротом рано или поздно. При этом нужно, наверное, научиться зарабатывать достаточно денег и регулировать свои расходы. Я сейчас вспомню, чтобы не засыпали все, историю такую. Я еще школьником был, и старший мой товарищ рассказывал мне историю, что я жил в Ленинградской области, а он уже в Санкт-Петербурге работал там кем-то, и говорит, у меня есть знакомая бабушка, которая зарабатывает, ну, по нашим деньгам сейчас, допустим, 3 тысячи рублей в месяц. Не зарабатывает, а пенсия у нее такая. На 3 тысячи рублей, понятно, что не прожить, потому что коммуналка там сколько составляет, ну, у нее льготы там есть, допустим, по коммуналке. Вот. И он говорит, она из этих 3 тысяч рублей полторы тысячи откладывает, а на полторы тысячи покупает макаронов и вот такого самого необходимого, чтобы, соответственно, существовать. И вот эта бабушка, соответственно, она, я не знаю, куда она откладывала, пригодились ли эти деньги, смогла ли она их потомок куда-то инвестировать, но по большому счету бабушка действовала абсолютно как финансово грамотный человек. Она не виновата, что у нее такая пенсия маленькая. Ну, половину дохода своего надо откладывать. А оставшиеся нужно, если у вас проблемы с деньгами, договориться как раз с банком о реструктуризации, рассчитаться и потом деньги, которые вы откладываете, со временем инвестировать. Я думаю, вот такой подход, он бы большинство людей, если бы они систематично 50 копеек с каждого рубля откладывали, он бы решил проблему с неплатежами. Люди бы все были счастливы, у всех было бы достаточно денег, они жили бы по своим доходам. А когда мы из рубля заработанного берем еще кредит и тратим в итоге в конце месяца не рубль, а рубль 10, вот это приводит к кассовому разрыву, приводит к тому, что человек становится банкротом. Я не призываю вас жить как бабушка на одни макароны. Это утрированный такой пример. Но смысл такой, что если вы не хотите стать банкротом, нужно свои расходы оптимизировать. Взять чистый лист бумаги. Этот грязный. Вот чистый. На две части разделить. Здесь написать, какие у меня доходы, из чего я зарабатываю. Может, это один источник доходов, может, несколько. Здесь расходы свои ежемесячные написать. Ежегодные, неважно, все, что вы тратите. Потом здесь подумать, допустим, 25 пунктов, где я могу чего-то заработать. Сэкономил тоже, значит, заработал. Например, если есть автомобиль, можно не превышая скорости ездить. Тогда не будешь платить штрафы. Тогда не будешь чаще менять резину из-за того, что она изнашивается при разгоне и при торможении. Тогда не будешь заправлять лишний бак бензина или дизитоплива, потому что ты не будешь допускать его перерасхода за счет того, что ты будешь ездить в пределах экономичного режима двигателя, работы двигателя. И если вы даже по одному проценту где-то сэкономите, то получится, что на 25 позициях вы 25% сэкономите. А здесь, соответственно, где вы зарабатываете, здесь заработали 25%, а здесь на чем еще можно сэкономить 25%. В итоге, между тем, что заработал и сэкономил, разница получится 50%. И эта разница будет оседать у вас в кошельке в виде того, что вы не будете перепотреблять и будете уже себе откладывать. Тогда у вас будет привычная сумма не 100 рублей в кошельке, а уже деньги. Из месяца в месяц эта сумма будет расти и будет, наверное, в геометрической прогрессии расти. Так, это я удалился в финансовую грамотность и вернусь к плену. Значит, пленум состоит из более чем 40 пунктов. Каждый пункт судьи, который я сказал «царь-бог», они демонстрируют, что они очень хорошо знают закон о банкротстве, апеллируют статьями не только закон о банкротстве, но и гражданского кодекса. И действительно потрясающе, насколько они все это глубоко знают. Но нормальному человеку не разобраться. Такое впечатление, что весь закон написан для того, чтобы нормального человека как раз запутать. Чтобы все-таки пришел в банк и уговорил, давай на реструктуризацию, потому что ты все равно столкнешься с тем, что тебя обманут. Не дай бог ты там с финансовым управляющим с каким-то плохим свяжешься, он тебя обманет и все. Действительно бытует такое мнение, что финансовый управляющий, или как это раньше говорилось, арбитражный управляющий, говорится сейчас для юридических лиц, арбитражный управляющий, говорят, что это самые большие мошенники. Я не буду оспаривать или соглашаться с этим тезисом, но действительно шанс нарваться на то, что арбитражный или финансовый управляющий будет преследовать в рамках банкротства свои цели. Но это зачастую так. Он не преследует интересов должника или банкрота. Чаще всего преследует свои цели. Но в идеале-то, конечно, закон написан на то, чтобы решались проблемы должника и банкрота. Так вот, возвращаясь к пленуму, там говорится о балансе интересов между интересами кредитора и должника. Но о балансе интересов, которые с арбитражным управляющим почему-то не сильно задумались. А именно там назначают управляющему 10 тысяч рублей. Вот за 10 тысяч рублей он должен сделать всю работу. И при этом, соответственно, работу, что для банкротства юридического лица, что для банкротства гражданина, перечень работ приблизительно одинаковый. Объем работ, соответственно, почти тот же. Все зависит от активности юридического лица и конкретного гражданина. Я думаю, что в среднем одинаково. Но вот в отличие от банкротства юридического лица, где ежемесячно арбитражный управляющий может получать 30 тысяч рублей, за полгода он, соответственно, получит 6 месяцев 180 тысяч рублей. А здесь ты можешь 3,6 месяцев заниматься гражданином и получишь 10 тысяч рублей. Ну, еще 2% от того, что имущество будет какое-то реализовано. Если есть чего реализовывать. Есть такое мнение среди тех людей, которые занимаются банкротствами, что хотят ввести ограничения, чтобы один управляющий занимался не более чем тремя банкротствами. К чему это может в такой ситуации привести? Если надо будет, вот мы для интернета записываем, я слово такое употреблю, затроллить какого-нибудь из, соответственно, арбитражных управляющих или финансовых управляющих. И саморегулируемая организация может 3 ему банкротства дать, он захлебнется банкротствами вот этих физических лиц и уже будет на эти 30 тысяч рублей 6 месяцев жить. Вот у нас гражданин, который банкрот, он должен жить на прожиточный минимум, а арбитражный управляющий может так получиться, что будет 6 месяцев жить на 30 тысяч рублей. И то он 6 месяцев будет сначала жить за свой счет, а потом, дай бог, как бы получит эти денежки, если доживет. Если они ему будут через 6 месяцев нужны. Вообще-то человек без пищи и еды гораздо меньше живет. Вот. То есть непонятно, как так может быть. За 10 тысяч рублей чудо не происходит. Я сказал, что все равно нужно помимо этого банкроту иметь дополнительные деньги. Потому что если он сам не в состоянии прочитать вот это постановление пленному, он не в состоянии разобраться с законом о банкротстве, он скорее всего не достигнет цели, которую он ставит, чтобы списались с него долги. Ему тогда придется обращаться, наверное, к юристам, которые ему смогут помочь, и они за свои сопровождения этого банкротства также попросят деньги. Никто бесплатно работать не будет. Получается, что закон, который принят, он в изобилии всяких противоречий имеет. Но закон все-таки вроде как необходим. Есть люди, которые сталкиваются с проблемой, например, неплатежей и заканчивают жизнью. У меня был такой пример. Человека взыскали 130 тысяч рублей алиментов. Он пришел домой и повесился. Соответственно, и человек расстроенный такой. Так вот, что применительно к этому пленному и к закону банкротства там говорится? в случае, когда тебе не списывают долг. Например, если ты должен что-то личное, например, алименты, то даже после того, как завершится эта процедура банкротства, ты алименты также будешь должен. Насколько эффективен такой закон? Здесь еще большой-большой вопрос. Также произошли изменения в Гражданском кодексе. Ведь не только вступила в силу вот эта глава, которая посвящена, также и в Гражданском кодексе. Раньше было банкротство индивидуального предпринимателя, а теперь в Гражданском кодексе 25-я статья названа банкротство гражданина. И сокращена до двух абзацев эта статья. То есть законодатель, конечно, очень плодотворно поработал. Время у него было достаточно и внес соответствующие изменения в те законы, на которые ссылается наш закон о банкротстве. Также в Пленуме разъясняется положение о том, что не может быть одновременно и банкротство индивидуального предпринимателя, и банкротство гражданина, который является этим индивидуальным предпринимателем. Не допускается. То есть либо то, либо другое. Соответственно, как выбрать суд? Кто-то живет в Череповце, и этот банкрот, например, в Череповце находится. В законе написано, что по месту жительства банкрота. Но поскольку в Череповце нет арбитражного суда, то обращаться нужно в арбитражный суд субъекта Российской Федерации, как в суд первой инстанции. То есть с Грязовца, Сокола, Череповца, Красногорска все идут в суд субъекта. Либо областной суд, соответствующий арбитражный суд Вологодской области или арбитражный суд города Москвы или арбитражный суд Московской области и так далее по России. То есть не в суды общей реализикции, не в районные, не в городские, не к мировым судям, а именно в арбитражные суды. Об этом также говорится. Если неизвестно место жительства должника, то пленум разъясняется, как же его установить. и говорит о том, что по последнему известному месту жительства, если гражданин за границей стал проживать, то по последнему месту жительства на территории Российской Федерации определяется. Также пленум я бы назвал кульминацией и звездным часом статьи 10 гражданского кодекса. Раньше эта статья очень редко применялась. Эта статья была посвящена злоупотреблению правом. Я вообще считаю, что ее надо чаще применять, потому что судов бы не было, если бы кто-то чем-то не злоупотреблял, если бы кто-то не действовал другому на вред. Тогда бы все жили и выполняли свои обязательства. А когда кто-то начинает вредничать, то появляются споры и появляется судебное разбирательство. Так вот здесь в этом пленуме неоднократно упоминается статья 10. По любому поводу чувствуется, что должник как-то выкручивается, он тогда не получит приз в конце пути, он не получит освобождение от своих долгов, не достигнет той цели, ради чего решил побанкротиться. Это сделано для того, чтобы все действовали порядочно. Будет ли это на самом деле? Посмотрим, практика покажет. Ну хорошо, что эта статья прямо разъясняется, на каких примерах суду следует считать, что это является злоупотреблением со стороны должника или со стороны другой нападающей стороны конкурсного кредитора. Пленум дает такие разъяснения. Пройдет за счет должника, при этом некоторые вещи должны оплачивать сами конкурсные кредиторы или уполномоченные лица, в данном случае налоговые. И в некоторых случаях, когда должник злоупотребляет, не сообщает какую-то информацию, то эти платежи могут потом быть возложены на самого должника и извлечены из той конкурсной массы, которая будет найдена. Кто не знает, конкурсная масса это то имущество, которое было найдено и соответственно те активы, на которые можно обратить взыскание и рассчитаться с кредиторами. Еще перед тем, как закон вступил в силу, в средствах массовой информации очень много было дискуссий по поводу того, что не каждый сможет воспользоваться этим законом из граждан, потому что не у всех задолженность превышает 500 тысяч рублей. Там есть такой критерий, если у тебя долг больше 500 тысяч рублей, то ты можешь соответственно банкротиться. Пленум здесь разъяснил, что не во всех случаях надо 500 тысяч рублей. Если сам должник считает, что он не справится со своими платежами, то не имеет значения, какая сумма задолженности, она может быть и меньше 500 тысяч рублей. Если он свое право реализовывает и подает заявление и подает заявление о признании его банкротом, ему главное обосновать, что он не сможет рассчитаться, и тогда суд, если признает его заявление обоснованным, то при любой сумме можно обратиться и банкротить себя. Когда в дело вступает финансовый управляющий, а он вступает после того, как саморегулируемая организация предложит такую кандидатуру, то у финансового управляющего пленум пишет очень широкие полномочия. Он может получить выписки со всех счетов за последние три года. Ну и, собственно говоря, и сам должник такие документы может представить, если по своей инициативе начинает банкротство. Он может финансовый управляющий оспорить все сделки, которые были совершены за последние три года. И там под ударом уже встанут не только сам банкрот, там же под ударом окажутся и контрагенты. Если это были вполне добросовестные люди, но, например, не хотели оплачивать какой-то налог, поэтому квартиру продавали за миллион, тогда как она стоит 3 миллиона рублей, вот эти все сделки будут за последние три года просматриваться. Если цена не соответствовала рыночной, то они могут оспариваться в рамках дела о банкротстве. В итоге это будет праздник почти в каждой семье, кто совершал какие-либо сделки с дорогостоящим имуществом. То есть могут прийти письма счастья из суда. Будьте готовы. Поэтому если у вас какие-то расписки имеются, что вы купили квартиру действительно за 3 миллиона, то лучше такие расписки не выбрасывать, хранить и, собственно говоря, могут пригодиться. все сделки могут оспариваться, и лишь бы у управляющего хватило времени и желания за 10 тысяч рублей оспаривать все сделки, но если есть что оспаривать, он так-то обязан это делать. И с пленом разъясняет, что если банкрот, подавая заявление, указывает, или там управляющим, конкурсный кредитор подает заявление и указывает, хочу назначить финансовым управляющим Иванова Ивана Ивановича, тогда суд такое заявление не принимает. Он принимает только в том случае, если указано, что такая саморегулируемая организация, что предложила финансового управляющего, тогда он принимает. Если в заявлении будет указано СРО и конкретная кандидатура, такое заявление также суд примет. Но если будет указано только фамилия, имя, отчество управляющего, такие заявления судом рассматриваться не будут. Также в пленуме говорится, что можно обратиться в суд с заявлением о признании гражданина банкротом, когда имеется решение, вступившее в законную силу. Но при этом с пленумом указывают, что есть исчерпывающий перечень случаев, когда можно не дожидаться такого решения, вступившего в законную силу. Там, среди прочих экзотических пунктов, связанных с нотариусом, с векселями, там самое распространенное, наверное, явление – это когда может обратиться в финансовое учреждение типа банка. Вот они могут не дожидаться решения суда, вступившего в силу, напрямую подавать. Но это и не мудрено, потому что закон все-таки с участием банков разрабатывался. Если люди будут обращаться, не дожидаясь решения, суд просто будет оставлять такие заявления без рассмотрения или без движения, или прекращать производство по делу. Также Пленум разъясняет, чтобы не было у должника искушений предоставлять какие-то недостоверные сведения и проще мешать производству по банкротству, что если он будет установлен, что он злоупотребляет своими правами, опять-таки будет применяться эта статья 10-ая, и он будет лишен возможности получить освобождение от уплаты своих долгов. В Пленуме также говорится о том, что если пропущены сроки для того, чтобы попасть в конкурсные кредиторы, то в некоторых случаях такие сроки могут быть восстановлены. Для этого нужно обратиться в суд и суд уже будет рассматривать, если суд откажет восстановление пропущенного срока, то такое определение суда может быть обжаловано. Я рассказывал про деньги, которые должен будет заплатить должник. Так вот, он деньги кладет в депозит суда. Эти деньги, соответственно, должны быть помимо суммы, достаточной для оплаты работы финансово-управляющего, еще также для ведения всей процедуры банкротства. и он помимо 10 тысяч рублей, которые вносит при подаче заявления, он также соответственно должен представить доказательство, что у него есть возможность оплатить всю эту процедуру целиком. У каждого конкретного случая эта сумма будет индивидуально определяться, но я говорил, что по нашим расчетам 1050 на среднее такое производство, где не говорится о каких-то больших миллионах рублей, придется должнику за полгода потратить. Нет, они обязывают сколько положить. Допустим, 50 тысяч, 10 тысяч, это понятно, заявление, потом 50 тысяч рублей, и процедура ведется. Представить доказательство наличия у него возможности оплатить всю процедуру он должен. На депозит он только 10 тысяч рублей кладет. А в дальнейшем он должен представить, как только выяснится, что денег у него нет, процедура прекращается. То есть все, что он до этого израсходовал, оно все сгорит. И цель не будет достигнута. При этом самому должнику, если он по своей инициативе инициирует производство о банкротстве, может быть предоставлена отсрочка по внесению денег на депозит. А вот если заявлением обращаются конкурсные кредиторы, то у них права на отсрочку такой нет. У должника отсрочка тоже не бесконечная, она до первого судебного заседания предоставляется. Как учитывается легальный и нелегальный доход? Он должен, должник должен предоставить достоверные сведения, все, что у него есть. При этом все зависит от методического мастерства финансового управляющего, сможет ли он найти, если что-то гражданин скрывает. В частности, в пленуме упоминаются также не только какие-то нам более-менее привычные доходы, в пленуме упоминают также и доходы, полученные, например, от результатов интеллектуальной деятельности. Будет ли учитываться? Ну, тот, кто имеет какой-то нелегальный доход, он, наверное, и сможет без проблем финансировать такую процедуру и довести это до конца. У кого зарплата вся чистая и не позволяет человеку, тот, соответственно, не сможет процедурой этого банкротства воспользоваться. Также говорит о том, что финансовый управляющий может привлекать к своей работе еще специалистов. При этом он может это делать, но не за счет должника. Но если он обоснует, что такие специалисты очень необходимы, например, есть земельный участок, по которому нужно провести межевание, соответственно, зарегистрировать право собственности на этот земельный участок и продать, то, соответственно, суд, скорее всего, при таком обоснованном заявлении удовлетворит просьбу ходатайства финансового управляющего и разрешит за счет денег должника привлечь таких специалистов, если должник сам уклоняется и не дает согласия на проведение такой процедуры по межеванию земельного участка. акцентирует внимание, что процедуры они вообще должны проходить как-то на взаимовыгодных условиях, то есть, чтобы стороны в этом производстве не старались друг друга замочить, а старались содействовать друг другу, то есть, большое внимание уделяется пленуме то, что должник что-то должен согласиться с требованиями кредиторов, не мешать им создавать все условия для того, чтобы они могли получить то, что желают и если он не будет оказывать им содействие, то он опять-таки там единственное кнут в этом, что он не получит в конце пряник и, соответственно, не простят ему долги и под страхом того, что его долги все не спишут, вот, соответственно, должник должен все предоставлять и оказывать содействие. Еще по поводу суммы вознаграждения арбитражного управляющего, почему она такая маленькая, возможно, это связано с тем, чтобы не было у арбитражных управляющих желания затягивать как-то эти процедуры, чтобы они работали ритмично и, собственно говоря, ценили свое время, ценили время суда и поэтому, может быть, ограничили такой суммой 10 тысяч рублей. если реструктуризация не состоялась, то приходит к процедуре реализации имущества должника и в данной ситуации кредитор имеет возможность в течение двухмесячного срока встать в реестр кредиторов. Давайте подведем итог. Соответственно, появился закон, вышел сразу пленум, который позволяет ориентироваться в этом законе. Судьям подсказывает, что можно делать, что нельзя делать. Соответственно, финансовым управляющим также подсказывает, какие действия они должны совершить и, соответственно, также он влияет на поведение самих граждан банкротов. и я считаю, что закон о банкротстве он хоть и существует, но людям необходимо дважды подумать, надо ли воспользоваться и, соответственно, следует ли себя признавать банкротом. Поскольку эта процедура и затратная, и, соответственно, по результатам человек, молодой, активный, он не сможет такую же активную жизнь вести. И, соответственно, если есть возможность рассчитаться, то лучше договориться со своими кредиторами, заключить с ними мировое соглашение, выйти на реструктуризацию и рассчитаться, соответственно. Тем более, что кредиторы сейчас будут более сговорчивы, чем до принятия этого закона. У меня все, пожалуй. Кавел Владимирович, как Вы считаете, наверное, этот закон нужен скорее для таких кредиторов, которые, как отец известной певицы, должны банкам огромные миллионы. И закон сделан, скорее всего, для банков, которые с помощью банкротства таких крупных должников просто спишут эти долги и позволяют человеку жить спокойно. Потому что человеку с 500 тысяч ему получается и с низким доходом он не может себе посвятить ни финансового управляющего, ни положить деньги на депозит банка. Как он будет банкротиться с ними эти денег? Если бы у него были, он бы тогда оплатил спокойный кредит и все. Ну да. Для большинства населения страны этот закон он будет неподъемной ноша, чтобы реализовать процедуру банкротства. По поводу возможностей для людей, у которых сконцентрированы денежные богатства, у них раньше не было такой возможности. Потому что если юридическое лицо сегодня одно открыл, завтра другое и первое обанкротил, а с гражданином такое не получается. Он живет и живет на зло банку получается. И как решить этот вопрос? У банка получается резервы под эти суммы невозвращенные должны быть. Банк должен соответственно перед Центробанком, чтобы у него не отобрали лицензию, оправдываться, почему он не может получить деньги, почему у него не изготовлены резервы под этот должника. безнадежный. Закон предусматривает, что с момента введения реструктуризации для банков сделано, долг признается безнадежным. Интересно, потому что на самом деле если она дает результат, то человек банкротом не объявляется. Он может выйти из процедуры просто поднял реструктуризацию. Но банк уже признал долг безнадежным. И отчетность уже в ЦБ отправил. Соответственно они уже резервы под это не формируют и это им очень выгодно. Потому что как раз таки это возможность себя нарисовать красивую отчетность. Даже при условии, что много плохих кредитов будет. Им очень хорошо. Для богатых закон. Закон, да. Больше для богатых. Для банков и все. Но у нас же как получилось? Вот здесь такого возраста люди сидят. Родители ваши жили без кредитов. Во время советское не было вопросов финансовой грамотности. Ни их, ни нас даже в школе не учили этой финансовой грамотности. Даже в университетах не учат этому, кроме специальных вузов. А сейчас только ленивый не взял кредит. У нас большинство населения соответственно не обладает не только финансовой грамотности, вообще ни юридической никакой грамотности не обладает. И зачастую еще и деньгами не обладает никакими. Ну и чтобы как-то вот этот комок из горла ушел у банков, наверное, и принят такой закон. В конце концов выиграют, наверное, не сами граждане, выиграют именно финансовые структуры, крупные, крупные должники от этого. Но с другой стороны, если люди после того, как пройдут такую процедуру банкротства, больше не будут брать таких кредитов непомерных и не будут соответственно, процедура я говорил, дает один шанс. Если человек воспользовался этим шансом, он дальше может жить и все будет хорошо после того, как пройдет пять лет. Может начинать новую жизнь. А если он ничему не научится, то дальше только хуже будет. Нужно понимать, что многие люди, Дональд Трамп, он неоднократно был банкротом. Нужно нос не вешать, что такое банкрот? Нужно спокойно может быть к этим вещам относиться. Сегодня ты банкрот, у тебя кастовый разрыв, а завтра у тебя есть деньги. То есть надо пережить эту тему. Для людей многих тяжело это, поскольку как раз таких людей, у которых нет юристов, нет финансовых управляющих, им звонят коллекторы и постоянно им названивают и днем, и вечером, и в нерабочее время, и в рабочее и постоянно терроризируют письмами и прочим прочим. Вот такие люди, возможно, и пойдут на то, чтобы там обанкротиться. Будут последние деньги свои собирать для того, чтобы оплатить работу финансового управляющего. Решат ли они при этом проблему? Дай бог, чтобы людей у наших помимо этого государство делало пропаганду и учило их как грамотно распоряжаться своими доходами и расходами. Так информация в принципе доступна, каждый каждый может тот же YouTube открыть и послушать, как это делать. Единственное, что если люди будут верить в какое-то чудо и в МММ какое-то, тогда они опять будут банкротами все свои деньги относить. А если люди будут постепенно развиваться, вылезая из своих долговых ям, путь из тысячи шагов у должника начинается не из первого шага. Он сначала из долгого ямы ползет вверх, карабкается, а потом только делает маленький первый шаг. Весь в грязи, весь в глине, весь мокрый. А только потом делает первый шаг своей финансовой независимости. Вот людям возможно этот закон на банкротство это их первый шаг финансовой независимости. Они посмотрят как это чего. Даже если у кого не получится профинансировать эту процедуру, может он поймет, что это действительно может и не его. да попробовал не получилось надо как-то по-другому решать. Ну и лучше со всеми договориться. Тем более такая законная возможность теперь есть и банкам стало выгодно договариваться.